Много собралось в нашем зале Это стихотворение 12-летний Саша подготовил ко Дню Аиста. Вы нигде больше не услышите про этот праздник, а для мальчишек и девчонок, живущих в детском доме, он один из самых долгожданных. К нему готовятся, может быть, даже больше, чем к Новому году, ведь в День Аиста дети могут встретиться со своими будущими мамами и папами. Скажи мне, ты первый раз даешь интервью? Ну, когда ты давал, это давно было. Ну, расскажи, что это за интервью было? Не помню. Это было давно. Ну, наверное, по поводу твоего выступления. Ну, да. А ты вообще, наверное, очень любишь выступать. Ты такая публичная личность, да? В детском доме, да? Ну, я еще давно ездил в какое-то место вступать. Я ездил, да. Наверное, занял первое место. Ну... Ну, был в числе победителей, призеров. Да. На вопрос, с кем ты хочешь стать, Саша отвечает – работникам ЖКХ. И хотя он не совсем понимает, что означает эта аббревиатура, мечтает, как однажды сядет за руль настоящего трактора или экскаватора. Про Сашу говорить можно очень многое. Активный ребенок старается многое познать, поэтому старается и сам поучаствовать, и мы его привлекаем к тем мероприятиям, которые мы проводим и в детском доме, и вне детского дома. Это что творческие работы, что спортивные мероприятия. Почему развитие личности должно продвигаться и быть постоянным? В школе он также активность проявляет во всех предметах. Обучается неплохо, но в меру своих возможностей. Требует постоянного контроля. А это твои поделки, которые ты делал, начинал, когда был маленький, да, пришел только в детский дом? А домиков нарисованных к большим поделкам. Для Саши это настоящая победа. Сейчас он сам удивляется, как раньше мало что умел делать своими руками. И в захлеб рассказывает про сказочный домик, в котором мечтал бы жить, будь он больших размеров и главное с настоящими мамой и папой. Саши это настоящая победа.